Вчера мы в галерею Лафаэд приходили ночью, но решили сюда прийти при свете дня, потому что здесь находится деревня какая-то, к которой мы тоже вчера попали, культурная деревня Катар. Мы в нее вчера попали, но не поняли, что это такое, просто увидели, что очень красиво, потом ознакомились на интернете и решили прийти пересмотреть. Так вот, вчера ночью здесь было много людей. Днем все это выглядит вот так. А еще здесь есть кафе Пушкин, Париж. Но кафе Пушкин, я знаю, я была в Москве, кафе Пушкин, а в Париже оно закрылось, это точно. Может уже опять открылось. Ну, когда-то я была в кафе Пушкин в Париже. Ну, как было, мы пришли к нему, а там было написано, что закрыто уже все. А это климатизация тоже здесь. Вот. Ну, она сейчас не работает явно. Там на улице 24 градуса. Так вот, если пройти через галерею Лафаэд, выйти к фонтану, то за фонтаном находится этнографическая деревня Катар. И вот вчера мы в нее попали, в эту этнографическую деревню. Не Катар, Катара. Потому что Катара это старое название этой местности. И вот мы вчера в нее попали ночью. И шли, восторгались этой красотой. А потом-то мы пришли, открыла интернет, прочла. Это этнографическая деревня. Там находится самая красивая мечеть. Но там еще находится золотая мечеть. Золотую мечеть мы вчера увидели. Сейчас пойдем посмотрим все внимательно. Прогуливаясь по такому волшебному месту, как не рассказать сказку о настоящей восточной принцессе. Снимает, ну так быстренько покажи. Вот ходит человек, он чистит эти каналы, арыки. Он их чистит, собирает там камушки, всякие листики, чтобы они были идеально чистой водой. Лягушки. Ну, рабочей силы, как мы уже говорили, здесь ужасно много. В общем, дешевый, очень дешевый. Точнее, не сказку, а быль. Но в случае с мусульманской страной это больше похоже на сказку. Вот это золотая мечеть. Золотая, не золотая, но золотой крошкой точно, наверное, посыпана. Да, вот такая вот, ну, Дубай. Дубай, господи, я это, ну, прошу прощения, я все время называю Дубай. Катар, думаю, может себе позволить и золотую крошку. Катар богаче, чем Дубай, если что. Эта принцесса не просто сумела бросить вызов всем стереотипам о восточных женщинах, но ей даже удалось затмить своего мужа, стать иконой моды и спасти 10 миллионов детей по всему миру. Итак, дело было в Дохе. Именно здесь и родилась будущая принцесса, или, как говорят, шейха. И вот если честно, мне жалко, что здесь нет людей. Ну, потому что вот стараются, такую красоту создают, чтобы туристы приезжали. У них очень дешево. Вот если, говорю, сравнивать действительно с Дубай, с Эмиратами, Катар дешевле. По ценам, ну, на жилье нет, я бы не сказала, отели, мне кажется, еще дешевле в Дубай. Качественные отели за лучшие цены. Потому что тот отель, который мы сняли, ну, в Дубай был бы получше. Но, если продукты покупать, какие-то экскурсии, мне кажется, здесь дешевле. Хотя на экскурсии мы еще не ходили, но сегодня, думаю, пойдем на одну. Вот можно прочесть Коран, наверное, или что-ли, молитву какую-то на любом языке. Подходишь, сканируешь QR-код. Вот, ахой, по-чешски написано. Здравствуйте, написано по-русски. Привет. Привет, написано по-украински. На болгарском, вон, я дикую видео. В общем, можно почитать молитву. Наверное, молитву. Ну, это мечеть, скорее всего, это молитва. Оза бин Насер появилась на свет 8 августа 1959 года в прибрежном городе Аль-Хор на севере Катара. Ее отец был успешным бизнесменом и политическим деятелем, который открыто выступал против существующего режима, призывая к справедливому разделению богатств среди всех жителей страны. Вскоре такая оппозиционная риторика привела его в тюрьму. Но даже это его не сломило. Напротив, будучи в заключении, он получил высшее образование, а после освобождения в 1964 году решил перевести свою семью в Кювей. Именно отец сыграл ключевую роль в формировании личности дочери. Он научил Мозу не только уважать мусульманские традиции, но и всегда стремится стать лучшей версией себя. И везде туалеты. То есть здесь можно и в туалет сходить, и водички попить. Да, и козляночкам. Вот потому я говорю, они все стараются, так делают, прям красиво, а туристы не едут. Говорю, мне жалко, мне серьезно жалко, что здесь нет. Нет, мне хорошо, что сейчас я хожу и мне... Ну, а сейчас, понимаете, сейчас, в феврале, это самое лучшее время для поездок в Катар. Вообще и в Саудовскую арабию. В Дубай, в Катар. Потому что не так жарко. Вообще не будет очень узнаваться. Да, а прощит какой ад здесь будет летом. Потому что сейчас надо ехать. Ближний восток. Да, вот голубятня. Если мы правильно понимаем... Это пучка. Да, то отсюда когда-то... Это была когда-то почта. Почтовые голуби здесь жили, наверное. Отец мечтал, чтобы его дочь выросла образованным человеком. Для этого он даже отправил ее в Великобританию, чтобы она выучила английский язык. Какое-то время Моза мечтала о карьере врача, но потом заинтересовалась общественно-политическими науками. Окончив школу за рубежом, Моза решила вернуться на родину, чтобы получить высшее образование. Это был рискованный шаг, учитывая ее происхождение и отношения к женщинам-студенткам в Катаре. Но, будучи достойной дочерью своего отца, Моза не боялась трудностей. В 1977 году она поступила на специальность в социологиях в Катарский институт. И вскоре после этого произошла встреча, которая изменила всю ее дальнейшую судьбу. Ночью вот эти все ступеньки очень красиво подсвечены, они в огоньках полностью. Это так красиво выглядит. Ночью вчера это видели. Это ресторан красивый, конечно, очень. Умная и красивая студентка привлекла внимание наследного принца Катара Хамада бин-Халифа Аль-Тани. Однако завоевать ее сердце оказалось непросто, учитывая тот факт, что их отцы были злейшими врагами. Но со временем Моза поняла, что Хамад сильно отличается от правящего шейха. Он обладает более прогрессивными взглядами и тоже хочет модернизировать устаревший режим. Общие интересы их сблизили. И когда наследний принц сделал предложение дочери оппозиционера, она не смогла отказаться. Отправили едика в мечеть, только что он нам все сфотографировал. Мы заходить не стали, потому что... Мы идти не стали, потому что у нас голову не покрыто как бы неуважение к религии. Красиво облечить. Красиво очень. Став женой принца, она изучила все тонкости дворцового этикета, родила семерых наследников и даже подружилась с двумя другими женами Хамада. Хамад же не просто выделял Мозу среди остальных жен, он начал прислушиваться к ее мнению, что крайне необычно для арабских семей. Так что бытует мнение, что именно Моза сыграла важнейшую роль в том, что произошло в Катаре в 1995 году. Если помните, я рассказывала о сыне, свергнувшем отца и ставшем миром. Так вот, этим сыном был именно муж Мозы. Мы пришли к самой красивой мечети Катара, но тут школьники, в классе одни мальчики, то есть у них разделение на мужские и женские классы. И никаких не определился с полом. Да, и никаких у них нет. Не определился с полом. Я еще не знаю, я хочу быть девочкой. За него природа все определила. Здесь тоже голубятни. Какая красивая плитка здесь, на этой мечети. У нас как в театре, такие красивые, нарядные люди подходят. Точно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Одним из первых решений Хамада на посту главы правительства государства стало основание Катарского фонда образования науки и общественного развития. И как вы думаете, кто стал председателем фонда? Конечно, МОЗа! Именно благодаря шейхе Мозе в Катаре удалось открыть филиалы всемирно известных университетов и обеспечить доступ к образованию для всех жителей страны. В 2003 году заслуги шейхи Мозе были высоко оценены на международной арене и ей предложили стать специальным посланником ЮНЕСКО по вопросам образования. В рамках работы фонда супруга катарского эмира посетила множество стран третьего мира. Постепенно шейх Моза превратилась в одного из самых влиятельных общественных деятелей Востока и получила множество престижных наград. Она сопровождала мужа на международных приемах и даже совершала сольные зарубежные поездки, чего никогда не могли себе позволить женщины из катарской королевской семьи. Шейх Моза, как мудрая женщина, заранее позаботилась о своем будущем. Она знала, что находится в безопасности, пока ее муж руководит страной. Но как сложится ее судьба после того, как на престол взойдет следующий шейх? Следующим шейхом должен был стать сын Хамада от первой жены. Хотите знать, что было потом? Это мы расскажем чуть позже. Приехали мы покататься на джипе. Колеса лжипа спущены, иначе в пустыню мы бы не заехали. Итак, пока мы едем по этой пустыне к месту назначения, я продолжу вам рассказывать о великолепной шейхе. Моза не могла допустить, чтобы плоды ее многолетних трудов были поставлены под угрозу. И знаете, что произошло потом? В 2013 году власть в Катаре перешла новому эмиру. Без всяких переворотов. Просто добровольно действующий эмир, муж шейхи Мозы, передал власть своему сыну. Как вы думаете, от какой жены был этот сын? От первой, как и положено по закону? Вот и нет. И эмиром стал сын шейхи Мозы. Это невероятно, но факт. Эмир действительно пошел на этот шаг, и все для того, чтобы порадовать и обезопасить любимую жену. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, в 2013 году Хамад отрекается от престола в пользу Тамима и уходит с политической арены. Однако шейха Моза все еще продолжает служить своей стране и международному сообществу. Можете не сомневаться в том, что ее сын прислушивается к мнению матери не меньше, чем когда-то его отец. Кстати, у нового Эмира тоже есть, конечно же, гарем. И тоже есть любимая жена. Но об этом позже. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok И еще для тех кого укачивает Этого занятия я совершенно не рекомендую Субтитры подогнал «Симон» А вот так по-простому, прямо в центре Дохи отдыхают корабли пустыни. Причем их здесь очень много. Это один загон здесь, там второй загон. Они бедолажки в теплых одеяльцах, потому что холодно. На улице холодно, мы мерзнем здесь, особенно по вечерам. Короче, мы выяснили, это рынок верблюдов. Их здесь можно купить. Красавчик. Как он товар лицом показывает. Наташка ходит, приценивается к верблюдам. Хоть бери и купи себе одного такого. Какие они пупсики все. Надеюсь, их потом не обижают, когда покупают. Вот еще один магазин с верблюдами. И еще один магазин. В общем, приезжайте в Катар, покупайте себе верблюда. Главное, его не обижайте. Пусть верблюд будет счастлив. Да, это молоденькие верблюдики. У них есть вентиляторы, чтобы жарко не было. Но есть только у этих, кстати. Да, пупсик, пупсик, пупсик. Отдыхаю, отдыхаю, не буду. Лучше тебе мешать. Она хочет встать, я не хочу, чтобы она думала, что я покормлю сейчас. Уезжаем. Сегодня ходим по магазинам, покупаем подарки. Рис. Какое количество риса в этих странах. Это вообще... Как они в нем разбираются, главное? Ужас. Ну, что мы хотим взять? Мы хотим взять шафран. Здесь очень дешевый шафран. А теперь я вам расскажу о том, кто же сейчас Эмир Катара. Тамим бин Хамад Аль-Тани стал Эмиром Катара в 2013 году, когда его отец объявил о своем намерении отречься от престола. Как я уже рассказывала, действующий Эмир Катара – это сын от любимой жены. Более того, даже не второй, а пятый сын предыдущего Эмира. Шейху Тамиму еще нет 50 лет. У него 4 жены и 13 детей. Это один из самых молодых Эмиров всего арабского мира. И самый богатый Эмир. В 2013 году, когда он стал Эмиром, ему было чуть более 30 лет. Очень красивая локация в Дохе. Вот какие здесь фонарики. И какие домики разноцветные. Мы давно на них смотрели, потому что их видно с набережной. И вот сейчас приехали. Тоже пусто, никого, куча машин запарковано, но людей как бы... В основном только это рабочие. Тоже что-то строят. Как красиво там впереди. В общем, строят, строят, строят. В надежде, что кто-то приедет посмотреть на это. Вот мы приехали. Какая красота. И там небоскребы видны. Разумеется, только одна из жены Мира выступает в роли первой леди. В данном случае это его первая жена, она же троюродная сестра. Они поженились в 2005 году, когда Томим был еще наследником. Что касается ее деятельности в стране, то она не выполняет никаких функций. Может быть потому, что все-таки ее свекровь это шейха Моза, который не собирается передавать ей эту эстафетную палочку. Его вторая жена, дочь бывшего посла Катара в Иордании. Они поженились в 2009 году. По закону и традиции, именно семья выбирает жены Мира. Но в данном случае выбор делал он сам. И если первый брак был по договоренности, то второй, конечно же, по любви. Кстати, здесь еще есть рыбный маркет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Ой, смотри какая лежит. Кстати, если кто-то хочет узнать цену в евро, достаточно разделить на 3,85. Ой, какой, смотрите, с каким лицом. Кальмарик, да? Это кальмарик. А вот акулы. Акулы лежат. Да, в середочках. Вторая жена происходит из клана, враждебному клану. Из которого происходит шейха Моза. Поэтому влиятельной матери не хотелось, чтобы ее сын женился на дочери врага. Но она дала свое согласие, взяв сына слово. Что его следующую супругу она выберет сама. Тамин согласился. Тут гулять можно бесконечно, оно не заканчивается. И прям все такое фотогеничное. Просто не знаешь, куда смотреть. Очень красиво. Вообще, конечно, я когда приехала в Катар, я слегка расстроилась. Подумала, что да, вот Дубай лучше. А он другой. Можно сравнить с Дубай, конечно. Ну, Катар. Катар более дикий какой-то. Ну, в хорошем смысле это у вас более самобытное. Вообще, я часто слышу, что говорят, что там Дубай, Катар. Ну, Дубай, Духа. Это города без души. Как раз-таки они за душой. Потому что здесь есть традиции, есть какая-то культура. Есть ценности семейные офигенные. Для меня город без души, кстати, был Лас-Вегас и Лос-Анджелес. Не знаю почему. Все на какое-то было не настоящее. А вот здесь вот как раз-таки города с душой. Да, здесь есть много новых районов. Небоскребы стоят. Но это города с душой. Вот с такой своей восточной душой. Особенно Катар. Особенно Духа. Почему я говорю Катар? Катар это страна, название страны. В основном мы здесь бываем в Духе. Ну, собственно, куда здесь больше особо некуда ездить. Вот Усаил, пригород Катара, еще один город. А так в основном здесь какие-то поселения такие, в которые мы и не заезжаем даже. В основном Духа. Вот Духа. Чем лучше здесь находишься, тем она больше нравится. А еще здесь очень сильно чувствуется разница между белыми людьми. Ну, как бы здесь есть хозяева этой страны. Есть белые люди, гости, как правило, это. И есть обслуживающий персонал. А вот, как обслуживающий персонал, отношения здесь, мне кажется, не самые лучшие. О, народ купается. Как белому человеку, как раз-таки, очень даже уважительные отношения. Это очень заменно. Берем домой шафран. Он здесь стоит гораздо дешевле, чем у нас в Чехии. В разы 24,75, то есть разделить на... То есть он стоит где-то 6 евро. Ну, у нас он больше, намного больше. У нас больше 20 евро в траге шафран. Ну, главное еще и уметь им пользоваться. Так, мы купили шафран на подарочки. Ну, да, эти датлы, как они называются, я забыла. Очень вкусные у них эти конфеты датлы. Как оно по-русски? Ну, не суть. Вот датлы, я знаю название. В шоколаде. Очень вкусно у них карак-чай. Причем вот эта фирма, он как натуральный, прям на вкус, еще и с шафраном. Как по-русски датлы? А, финики, финики это. Вот. Ну, масала-чай. Очень специи у них хорошие. И вот чай, масло. Причем у них выбор его огромный. Ну, и всякие эти. У них очень хорошие приправы. Катар-продукты еще. А, идемте посмотрим еще. Не смогли найти верблюжье молоко. Причем в этом. Дубай, верблюжье молоко. И верблюжье молоко, и Айрана выбор лучше, чем здесь. Мы пришли к зданию национального музея, или к какому-то музею. Ну, в общем, это знаменитый музей катарский. Знаменитый тем, что все советуют возле него сфотографироваться. Я не знаю, что внутри. Мне здесь очень нравится. Вот, например, флаг. Здесь очень красивая архитектура. Да, красивая архитектура. Флаг, вот как держит его несколько рук. Не нравится. Какая-то убитая дорога уже здесь. Хотя его, по идее, не так давно построили. Этот музей. Ну, прикольная архитектура очень. Угу. Да. Ну, пойдем мы сейчас... Что? Ну, пойдем мы сейчас в очень красивый ресторан, который тоже нужно посетить. Я думаю, там будет интереснее, чем в этом музее. Не то, чтобы я не люблю музеи, но... Мы видели передачу о том, что в этом музее камни всякие, коран. Ну, кому-то, может, это интересно. Да, я люблю больше современное искусство. Потому что, когда я смотрю на современное искусство, я пытаюсь понять, что же здесь от искусства. А тут... А? В общем, да. Это национальный музей Катара, но вот просто по всему периметру стоят вот такие заграждения. И там видно... Не знаю, да, видно. Просто по всему периметру музея очень красивое здание. Стоят заграждения. Такое впечатление, что находишься на стройке. Внутрь мы не пошли, честно говоря. Нет особого желания. Есть в Катаре места и поинтереснее. А этот снаружи красивый. Вот сюда мы идем. Говорят, хороший ресторан. Называется он Париса. Почти как наша Париска. Персидская кухня. Да. Это находится на рынке. И вот такая красота. Какое самоварищи. В общем, ресторан закрыт. Но нам разрешили зайти снять на видео, что здесь происходит. А можно? Не спрашивай. Не спрашивай. Не спрашивай. Здесь у нас. Спасибо. А на выходе из этого ресторана иранского вот такое чудо сидит персидский кот на входе персидский ресторан вот так ну короче сейчас мест нет сейчас ресторан закрыт нам сказали приходить можно 8 часов потому что мы хотели в 6 часов прийти 6 часов у них нет места 8 мы не пойдем если честно поэтому следующий раз вот он бариса персианский ресторан персидский ресторан причем рабочее время этого ресторана с часу до трех до четырех а потом от 6 и и до 10 вроде бы ну короче такой красивый ресторан а работают как попало ну действительно и причем они все заняты мы хотели сделать резервацию но только на 8 часов вечера не подходит очень жаль хотелось посидеть внутри ой она горячая а пахнет как хорошо а вот вкус этого накрытого лепешкой кебаба я наверное не забуду никогда это один из самых вкусных кебабов в моей жизни клянусь вот такая атмосфера катарского рынка слышно как призывают к молитве правоверных а мы сидим в турецком ресторане очень хороший ресторан очень большие порции вообще хорошее место жаль не успели в иранске ну если будет повод теперь вернуться нам в иранский ресторан третьей женой эмира стала журналистка телеканала аль джазира именно ее выбрала в жены сыну шейха моза говорят есть еще и четвертая жена которую выбрал сыну жены отец настоящее время у эмира 13 детей 7 мальчиков и 6 девочек через несколько лет эмир должен выбрать одного из своих преемников поэтому между женами эмира постоянно идет скрытая борьба за титул матери наследного принца посидели в турецком ресторане такие огромные порции мы все надоели очень все вкусно за все за мы сидели еще думали а сколько мы за это сейчас заплатим мы сидим в историческом месте в этом старом рынке в центре катара одной из самых самых богатых страны и как бы тут катарцы сидят кушают в общем на троих три большие очень большие порции мы все не доели мы заплатили 51 евро ну конечно мы же не больше все ну 51 евро на троих в самой богатой стране у них цены действительно отличная просто вообще катар хорошая страна она да она немножечко еще такая самобытная еще не такая раскрученная как дубай здесь кстати будет больше женщин закрытыми лицами чем в дубае в дубае их намного меньше цепь многие вообще ходят без платков просто в этой обае здесь очень много с закрытыми лицами женщин здесь много запретов но по ценам катар просто удивил очень удивил честно да что в ресторанах что в магазинах бензин вообще 18 евро полный бак так что хорошая страна века днистра бензина везем с собой такой ресторанчик аутентичный очень красивый но они тут все красивые мы здесь некрасивых собственно и не видели вот просто вот почувствовать дух востока насладиться прекрасной едой и за все это заплатить недорого в таком ресторанчике мы посидели теперь обязательно нужно будет вернуться сюда и пойти в тот иранский ресторан а еще очень понравилось то что абсолютно везде можно платить картой у нас там пугали что есть места где нужно только наличка но мы таких мест не видели нет наличку оплатили на этих маша наличками платили там на джипах только а так без абсолютно везде карты принимаем мы взвезли с собой и евро но я не думаю что их терминал на верблюдах болта так вы везде платили карты везде абсолютно везде терминал и никаких проблем с приемом приемом карты у нас мы себе скачали программу революту очень удобно меняешь деньги у себя в программе со своей карты чешской я переводила деньги на революту там уже меняла деньги на катарские реалы и евро мы чуть поменяли в общем кэш здесь и не нужен был кстати проблем с парковкой в катар вообще никакой парковок валом а еще здесь огромное количество этих саудовских машин такое впечатление что половина машин саудовских а половина катарских в городе одни саудиты стоят и катарцы саудиты да сколько их здесь ну собственно чем тут ехать мы заметили что здесь в катар очень много таких районов где собирается огромное количество мужчин я сначала не могла понять почему не просто отходят по улицам а именно стоят вот сейчас мы подъезжаем прием мужчины явно не местная вот эти которые приезжают сюда за работой вот а теперь кажется что это наверное тут какой-то рынок вот они договариваются да 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 это какой-то рынок труда но не буду снимать прям камеры наводить на этих людей это видимо люди приезжают сюда чтобы найти работу нужно даже с машина подъехала я это уже не стала снимать неудобно было а машина подъехала и люди подпад подбежали к ней к этой машине видимо какую-то работу предлагают ну рабочие силы говорю здесь очень много недорогой рабочие силы очень сильно чувствуется разница между белыми не то что между белыми между местными белые это однако 100 местные арабы и белые люди которые здесь европейцы всякие американцы и между вот этими всякими пакистанцами филиппинцами не знаю с разных таких стран не пакистанцами не пальцами очень очень чувствуется эта разница ну в дубае это тоже кстати ну а нам пришлось идти в торговый центр и докупать шафран это действительно здесь великолепная цена на него 20 25 местных денег то есть 6 евро где-то ну может чуть больше может в любом случае у нас в разы дороже вот вот такой же самый шафран вот я конечно сырье вообще не беру просто даже не знаю как его готовить как боюсь испортить но есть вот мне вот 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 Ну а мы возвращаемся домой в холодную Брагу с надеждой, что опять приедем в Катар. Да и не только в Катар, но хочется сказать о Катаре. Эта страна нам очень понравилась, хоть вначале немного шокировала. Спасибо всем, кто был с нами. До встречи в Праге. Продолжение следует... Продолжение следует...